Для того, чтобы нам сделать айсинг для росписи пряников, нам нужна сахарная пудра, нам нужен яичный белок и нам нужен будет сок лимона. Для айсинга я использую вот такую сахарную пудру. Сахарную пудру нужно искать такую, где меньше всего крахмала, потому что это антислеживающий препарат, его добавляют практически во всю сахарную пудру. Медом проб и ошибок я для себя выбрала ту, которую производят в Белоруссии. Очень хороша в работе вот эта пудра, густо. Я тоже ее пробовала. В пропорциях. Что такое айсинг? Айсинг это и есть белок, сахарная пудра и лимонный сок. На один белок, а это обычно от 30 до 40 грамм, диеты С1 и С0, уходит где-то 200-250 грамм пудры. Пудру сахарную, любую, какую вы берете, ее обязательно нужно просеивать. Я просеиваю через двойное сито. Чем мельче просеянная пудра, тем проще с ней будет работать. Почему? Потому что в любой самой высококачественной пудре обязательно будет остатки сахара. И потом, когда вы поместите в мешочек глазурь, у вас носик будет забиваться вот этими кусочками. Поэтому тщательно просеяйте. Чем мельче будет пудра, тем легче вам будет работать с айсингом. В принципе, вот здесь у меня 220 грамм сахарной пудры. Я в белок сразу отправляю практически половину и начинаю замешивать. Я в работе часто использую миксер, чтобы не вручную вымешивать пудру. Но это тогда, когда нужно айсинга сделать много. Одного белка айсинга хватает для простой росписи пряников без пайпинга. Где-то, ну, штук на 20-30. Поэтому, может, вы и не будете больше, чем на один белок разводить его. Это можно замешать вручную. Вот. И вот начинаем вымешивать. И будете удивляться, что вроде бы один белок и сколько в него уйдет сахара. Да, именно для нормального айсинга вам понадобится как минимум 200 грамм сахарной пудры. Вымешиваем до однородного состояния. Вот я уже больше 600 грамм добавила. Видите, оно все жидкое. А у нас она должна быть как мягкое тесто. Я бы сказала, даже вот гуще, чем тесто на оладушке. Это будет базовый айсинг. И уже с него потом будем делать и контурную заливочку. И просто мягкую заливку пряника для росписи. Вот, видите? Вот такая жидкая масса получилась. Я предлагаю, вот пока она в таком состоянии, потому что дальше будет тяжелее вымешивать. Вот, хорошо-хорошо ее вымесить. Чтоб сахар уже начинал растворяться. Как только мы вмешали вот этот весь сахар, вы чувствуете, что он уже все, весь намок. Начинайте добавлять сахарную пудру. Работа эта довольно трудоемкая, ну, в смысле, по времени. У вас идет минут 10-15 для того, чтобы замесить базовую глазурь. Ну, кто-то пошустрее, может чуть быстрее сделает. Если у вас не хватает терпения, вы можете использовать миксер. Но будьте готовы к тому, что у вас в глазури будет много пузырьков. И с ними потом тоже придется бороться. Я теперь высыпаю всю пудру и буду ее тщательно вымешивать. Я пользуюсь силиконовыми лопаточками. Они имеют какую-то гибкость и позволяют везде поддеть, чтобы захватить все крупинки. В средней жесткости лопаточку берите, и ей удобнее всего работать. Вот видите, уже что-то начинает быть похожее на тесто. И вот вымешивая, нам нужно добиться блестящего состояния. И чтобы она стала белой. Вот сейчас она сероватое, эта масса должна стать белой в процессе. Вот продолжаем трудиться. Я вам потом покажу, что из этого получится. Вот видите, получилась блестящая белая масса. Но мы еще его не вымесили. Это вот только-только. И вот в этот момент нам нужно добавить сюда сок лимона. Хватит неполной чайной ложки. Ну вот так. И теперь начинаем вымешивать заново. Уже до однородной консистенции. Лимонный сок не даст кристаллизоваться. Чтобы она у вас потом не раскололась. В покрытии. Ну, продолжаем дальше работать. Вот такая глазурь должна у вас получиться. Гладкая, блестящая и вот такой вот консистенции. Я поднимаю на лопатке глазурь, переворачиваю лопатку. И она у меня сразу не падает. Вот это и есть основа для работы с пряниками. Это основная, так сказать, глазурь. Теперь нам нужно сделать контурную для обводки пряников. Что мы будем делать? Мы берем емкость. Перекладываем сюда часть глазури. И начинаем доводить ее до такой консистенции, которая нам нужна. Глазурь очень быстро становится более жидкой. Поэтому добавляем буквально вот по граммулечке, по капелечке. Вот я специально беру с носиком емкость. Добавляю вот в чайную ложечку. Вот. Меньше половины чайной ложечки. И выливаю сюда. Можно использовать лимонный сок. Но как-то больше я люблю работать с водой. Она получается более пластичная. Сейчас мы делаем глазурь для обводки пряников. Для нанесения контуров. Она так и называется. Контурная глазурь. Она должна быть мягкой, но не растекающейся. Силиконовые лопатки очень хорошо собираются со стеночек. Поэтому получается вот такая вот масса. Я буду использовать кондитерские мешочки. Если у вас их нет, можно использовать любой мешочек, отрезав уголочек у него. Можно использовать файлики. Тоже все хорошо. Там уголочки очень хорошие. Можно сделать просто корнетики из пекарской бумаги. Вот видите, она уже начинает ленточкой сползать. Вот это контурная глазурь. Я уже делаю мешочек. На стаканчик. Так удобнее будет. И сейчас переложу сюда эту контурную глазурь. Вот у нас есть контурная глазурь. Вот так вот. Видите, как я ее изгоняю к самому носику. И чтобы она потом у вас не вылазила назад, мы берем, скручиваем мешочек в этом месте, где мы закончили накладывать эту гладку. Можно мешочек завязать. Можно использовать прищепочку. Когда мало глазури, лучше завязать. Все. У нас контурная глазурь готова. Теперь нам надо сделать заливочную глазурь. То есть, когда мы сделаем контур на пряники, мы его потом будем заливать под роспись. И для этого нам нужна еще более жидкая глазурь. Мы берем, давайте вот в этой, в которой мы сделаем глазурь, мы не сделаем. Откладываем опять. Вот так вот. И процедура та же. То есть, начинаем опять по капелькам вливать воду. Вот я уже вливаю чуть больше, чем пол чайной ложки. Потому что мне нужна будет еще жиже глазурь. Все это вы придете к этому через пробы и ошибки. Сначала будет, может, то жиже получить, то гуще. Но потом приноровитесь, и все у вас получится. Я тоже долго пыталась сделать то такую глазурь, то такую глазурь. И потом пришла к той, которой мне удобно работать. Хотя даются пропорции там у всех, и взвешивала, и на электронных весах, и всякое. Но потом все равно придешь к своей глазури. Я вам сейчас все четко сказала в граммах. У меня 32 грамма белка, 220 грамм сахарной пудры. Я специально все взвесил, если кому будет интересно. Вот. Заливочная глазурь. Она должна спокойно стекать с ложки. И вот она в течение буквально 10 секунд должна разровняться. То есть, вот я потрясла, и у меня опять ровная поверхность. Вот это заливочная идеальная глазурь. Когда у нас растекается, и мы все можем сделать гладеньким. Видите? Вот. Берем следующий мешочек. Мешочки можно купить в любом розетском магазине. Они очень недорогие. По цене. Поэтому я бы рекомендовала пользоваться ими. У них удачные. Носики остренькие. Вот. Эта глазурь у меня заливочная. Ну и так как я намерена вам показать сегодня быструю роспись по-мокрому, чтобы было вам интересно уже попробовать что-то, я еще чуть-чуть сделаю светлой глазурью. Сахарная глазурь очень хорошо окрашивается пищевыми красителями. Только всегда помните, что высохшая глазурь будет на тон темнее, чем вы разведете ее вот в этом процессе. Учитывайте это, не переборщите с красителями. Вот эти лишние части от мешочка лучше отрезать. Они будут мешать в процессе работы. Тут у меня просто было меньше, мешочек это больше. И вот теперь я еще делаю немножко, совсем чуть-чуть цветной глазури. А остальная глазурь, для того, чтобы она не сохла, ее можно затянуть пленкой. А можно, мне больше нравится, влажную тряпочку сверху, а потом уже пленкой затянуть. И тогда она у вас неделю спокойно простоит. Ну вот я чуточку-чуточку глазури покрашу. Ну давайте в красный цвет. Я пользуюсь пищевыми красителями. Это шеф-мастер. Да, если вы захотите совсем выбереть, глазурь белая, она высохнет, будет еще белее. Но вот надо в другой раз выжигающие белые. Вот особенно новогодние пряники, они должны быть. Используют вот такой краситель. Диоксид титана. Это единственный краситель, который абсолютно безвреден в глазури. Из белых красителей, я имею в виду. Вот так. И совсем вот граммочку-граммочку нам нужно туда ввести красители. Вот прям на кончике. Потому что сейчас мы размешаем, и оно все покрасится. Кстати, красный цвет очень сложно сделать. Он будет то розовый, то какой-то светло-красный. А вот чтобы ярко-красный, это еще нужно добиться. Но в данном случае все у меня как бы хорошо. Шеф-мастер, мне очень нравятся красители. Я их начала использовать только с прошлого года, но они мне уже очень по душе. Так. Ну, мне это немножко густоватая глазурь, поэтому я тоже сюда добавлю грамм-грамм водички. Совсем чуточку. Вот так вот. Потому что там мне нужна, чтобы она была чекучая. И точно так же переложу ее в мешочек. Вот так вот. И так вот. И всегда делайте вот эту процедуру. Сгоняйте лишнюю глазурь. Иначе она вам потом испачкает все руки при работе. Я не добивалась особо яркого цвета. Я просто вам хочу показать небольшую такую работу, чтобы вы уже имели хотя бы немножко представление, о чем будет идти речь дальше. Опять лишнее отрезали. И вот у нас три мешочка. Это у нас контурная глазурь. Это у нас заливочная глазурь. Это у нас цветная. И будем считать, что она между контурной и заливочной глазурью. Потому что она средняя по консистенции. Вот мы с вами приготовили основную глазурь для росписи пряников. Вы можете делать ее цветную, можете делать чисто белую. Можете придумать свои росписи. А в следующем уроке я вам покажу, как работает эта глазурь. Оставайтесь с нами. Ставьте свои комментарии. Мы вас ждем на нашем канале.